Ну что, ребятки и ребятишки, всем здорово! Паша Сочев, это всё ещё я. Давненько от меня уже не было видосов, и я подумал, если я просто очередной раз сяду на стул, положу себе на коленку гитару и буду что-то про неё долго говорить, это будет как-то скучновато. Поэтому внесём немножко динамики, и сегодня у нас видеоблог! Короче, на сегодня такой расклад. В Москву приехала гитара, которую я очень долго ждал, с декабря прошлого года, поэтому уже, конечно, не терпится на неё посмотреть, и нет сил ждать ещё целую неделю, пока курьер довезёт её до дому. Я прямо сейчас сажусь в тачку, еду на склад, забираю её оттуда, привожу домой. Здесь мы делаем распаковочку и подробный обзор, что называется, с пылу с жару, без какой-то особой предварительной подготовки. Погнали! Перед тем, как я поеду, давайте хотя бы немножко инфы для затравки вам, за каким инструментом мы едем. Я так скажу, что лично у меня он ассоциируется только с одним человеком. Он, внимание, гитарист, он мужчина, он британец, точнее сказать, ирландец. Его, к сожалению, уже нет в живых, примерно 10 лет так. Он играл в достаточно знаменитой ирландской группе, хотя более известен как сольный исполнитель. Он левша, хотя играет, как все правши. У него есть шрам на щеке. Он был рокером 80-х, а с 90-х начал яро топить за блюз. В общем-то, я думаю, этого достаточно, чтобы вы поняли, о ком идет речь. Так что, пока я говорю эту фразу, давайте быстренько напишите в комментариях, что это, конечно же, Гарри Мур. Вот, ну, в общем-то, гитара это не подписная модель Гарри Мура, но она у меня именно с ним ассоциируется. Вариантов здесь не так много, так что подумайте и скоро увидите, были вы правы или нет. Погнали! Ну что, я на месте. Погнали забирать. Не забываем про масочку. Передвижение по Москве, конечно, пипец выматывает. Но ничего, зато сейчас будет вознаграждение в виде крутой гитары. Вот она, заветная коробочка. Так, нам надо упаковать ее. Все, наконец-то домой. Уже руки чешутся. Побыстрее распаковать ее. Надеюсь, на обратном пути не будет таких жутких пробок. Погнали! Ну вот, мы и дома. Проходи, не стесняйся. Ладно, ладно, занесу. Ну что ж, вот мы и подобрались к самому, наверное, интересному, интригующему эпизоду нашего шоу. Я сразу извиняюсь за то, что звук будет не очень хороший, потому что снимаю просто на микрофон камеры. Погнали! Посмотрим, что нас здесь ждет. Я знаю, что очень многих беспокоит вопрос сохранности при получении гитары, которая идет издалека. В частности, из другой страны. У меня, если честно, ни разу не было прецедентов, что гитара оказалась повреждена или дошла в каком-то непотребном состоянии. Очень надеюсь, что и в этот раз такого не случится. Тем более, зная, что ребята, которые мне ее отправляли, очень хорошо умеют упаковывать. Вот так. Смотрите, сколько здесь пупырки. Можно очень много успокаивать свои нервы, сидя втомными вечерами. Блин. Ну, звук не такой смачный, конечно. Ну, да ладно. Так, что мы здесь видим? О, вообще, похоже на кейс. И так, перед нами коричневый кейс. С загадочной написью Fender. Не знаю, видовым или нет, а здесь написано Fender. Кейс нетвидовый. А как это называется? Brown Tolix, наверное, да? Давайте сначала я передвину камеру чуть-чуть поближе. Так, самый волнительный момент. Открываем замочки и поднимаем крышку. Я это делаю впервые вместе с вами. Смотрю, что же здесь такое. О, вот она. Красота. Fender Stratocaster в цвете Fiesta Red. Я не знаю почему, но я очень люблю Stratocaster именно в цвете Fiesta Red. Это мой любимый цвет для стратов. Ну, и как я говорил, я ассоциирую это с Гарри Муром, потому что еще в детстве, лет в 14, я увидел клип, где он играл именно на страте такого цвета. Ну, это одна из его самых известных гитар. Давайте посмотрим поближе. Вот такая вот. Смотрите, здесь вот есть скольчики, есть всякие черные штуки, следы от стойки. Это все, конечно, не в результате транспортировки, а в результате естественного старения. Гитара уже в возрасте. И я, в принципе, знал это, когда покупал. И вообще, я являюсь фанатом Relic, а если это естественный Relic, то, блин, это просто шикарно. Ну, это, кстати, можно как-то и оттереть, а может и не стоит. Гриф, смотрите какой. Струны спущены для транспортировки, опять же. Да, первое впечатление у меня восторг. Кстати, трехпозиционный переключатель здесь, как на винтажных гитарах. Ну, а это всего лишь первое впечатление. Давайте сейчас переместимся уже на стол и более подробно и в деталях рассмотрим эту гитару. Ну вот, наш подопытный или подопытная, кто как хочет, я хочу в мужском роде, готов к более пристальному изучению. Итак, я скажу, что гитара называется Fender American Vintage 62 или 62 Richie Stratocaster, переиздание 62 года, цвет Fiesta Red. Мне это приятно повторять и приятно смотреть. Давайте немножко пробежимся по косметическим всяким фишкам. Вот видно, да, на свету, что лак вот здесь вот уже потрескался, нитролак. Так называемый кракилюр. Логотип наклеен, все как положено на винтажных гитарах. Палисандр достаточно темный. И вот здесь мы немножко можем рассмотреть боевые травмы, раны. Здесь вот и здесь еще. Особенно много их вот здесь, где ставили на стойку, видимо, силой ставили или неаккуратно. Но я еще раз повторюсь, мне это все только доставляет удовольствие. Я люблю гитары, которые, так скажем, жизнью побитые. Значит, на них много играли, значит, их любили и интенсивно эксплуатировали. Вот эта вот патина такая на металлических частях. Здесь видно, что позеленевшие надписи уже. Волюм, тонны, циферки зеленого цвета. Классно, классно. Но струны, конечно, я не люблю, когда состарены, поэтому струны в ближайшее время будут заменены. Давайте теперь посмотрим еще с обратной стороны, как обстоят дела. Ну, колки уже приобрели такую матовую текстуру. Ну и видно, да, кракелюр немножко на лаке есть. Ну, кстати, лак здесь не стерт до голого дерева. Как это обычно бывает, когда много елозят вот здесь руками, он может стереться. Серийный номер начинается на букву В. Можете при желании вбить на официальном сайте Fender и узнать некоторую информацию по гитаре. Сейчас это доступно. Какие-то черные следы, видимо, там или от ремня, или от чего-то еще. Здесь вот, кстати говоря, тоже краска не стерта до дерева, как это бывает. Но вот такие вот черные следы есть. Я уже вижу, что их можно оттереть, но, если честно, даже и не знаю, стоит ли. В этом есть какой-то свой прикол. Ну, тут каждый сам решает. Теперь давайте более пристально посмотрим на все внутренности гитары. Но сначала я все-таки хочу избавиться от этих старых и ужасных струн. Так, следующим этапом у нас будет снятие пикгарда. Поехали. Разборка вновь прибывшей гитары – это всегда своего рода лотерея. Не знаешь, что тебя там ждет внутри. Все ли в порядке, или кто-то накуролесил уже, наколхозничал. Ну что, давайте смотреть. Да, все отлично. Очень рад. Вот можете посмотреть, как выглядит корпус американского Fender переиздания изнутри. И все его провода. Давайте сейчас я камеру сниму со штатива и покажу вам. Все здесь родная пайка, родные провода. Все достаточно аккуратно. Напомню, переключатель трехпозиционный. Fender'овские датчики, которые никак не маркируются, кроме каких-то непонятных каракулей. Но к этому мы еще вернемся. Ну и карман, собственно, выглядит вот так. Фрезеровки под три сингла. И штрих-код товарный. И здесь у нас анкер, который супер неудобно крутить, когда регулировка находится с внутренней стороны. Приходится снимать гриф. Ну что нам остается? Давайте снимать гриф. Чтобы снять гриф, опять переворачиваем гитару на обратную сторону и откручиваем вот эти четыре болтика. Три-четыре. Поехали. Плотно сидит в кармане гриф. Давайте осторожно перевернем и вытащим. Опа. Готово. Итак, что мы здесь видим? 19 сентября 2000 года. Фамилия мастера. Здесь еще раз другая уже дата, но тоже 2000 год. Июнь 13 2000 года. Болт. Так, что у нас на корпусе? Давайте смотреть. Разобрать достаточно тяжело, но я вот здесь вот вижу, да, тоже стоит штамп с датой. А вот здесь, да, я вижу 2000 год. А здесь апрель 11, тоже 2000 года. Итак, мы с вами выяснили, что гитара 2000 года выпуска. То есть, 21 год и в этом году уже стукнет. Ну что, теперь я соберу все это воедино. Поставлю новые струны. Еще подумаю, стоит ли все это конкретно оттирать. И тогда уже послушаем, как все это великолепие звучит. Сейчас, наверное, можно сказать немножко о первых выводах, первых впечатлениях. Вот на основании того, что мы ее сейчас разобрали и посмотрели. Я полностью доволен и рад, потому что видно, что все компоненты у нее оригинальные. Гриф вообще явно не снимался, потому что он так плотно сидит. Вот чуть ли не вклеен. А когда туда-сюда его снимаешь, то он, конечно, так не сидит так плотно в кармане. Плюс видно, что пайка вся родная в звукоснимателях. Но это, естественно, только первое впечатление. И сейчас нужно всю ее собрать воедино и посмотреть, нет ли там каких-то шорохов или других артефактов. Работают ли все датчики как надо. Ну и, конечно, самый животрепещущий вопрос, который перед нами стоит, это... Как же ты, родная, будешь звучать? Потому что я слишком долго тебя ждал, чтобы ты меня потом еще и разочаровал. Но этого точно не случится. Обещаешь мне? Она кивнула. Все, погнали, я собираю гитару. Значит так, ребятушки, ну, без лимонного масла у нас никуда. Плюс еще есть такая штучка, как кондиционер. И струны я на эту гитару буду ставить... Давайте, забросайте мне все камнями, это эликсир. Блин, да хорошие струны, я не знаю, что там на них плюют. Тем более серия OptiWeb, они более звонкие, чем те, которые с оранжевой, NanoWeb. Это, естественно, не реклама, потому что... Потому что потому. 10.46, короче говоря, струны дорогие. Единственный, у меня к ним есть вопрос, это то, что... Чуть-чуть тяжелее делать бенды. Во всем остальном, хорошие и долговечные струны. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не удалось мне избежать сидения на стуле с гитарой на коленке Но я постараюсь очень быстренько Итак, сегодня я вам представил гитару Fender Avri 62 Stratocaster Переиздание 1962 года со всеми соответствующими спеками Винтажное тремоло Трехпозиционный переключатель Кстати говоря, вот эти вот позиции промежуточные, 2 и 4, которых здесь нет Их в целом-то можно вот так вот аккуратненько здесь нащупать и играть вот то самое стекло Но и в то же время не составляет никакой проблемы купить пятипозиционник и вот сюда впаять Возможно я так и сделаю, а может быть и оставлю для аутентичности Дальше здесь три сингла 21 лад В отличие от современных Накладка 7,25 дюймов Это достаточно круглый гриф И... Лады Лады здесь, конечно, тоненькие и достаточно низкие То есть требуют некоторой сноровки и некоторые привычки Ну а по личному опыту могу сказать, что спустя неделю игры на этой гитаре Привыкаешь и уже не помнишь, что что-то не так В целом к любой гитаре, мне кажется, нужно немножко притереться, чтобы привыкнуть Звучит она классно Резонанс корпуса прям мне вот он прям вкатил Да, корпус ольха тоже, кто не знал вдруг Ну и самая главная фишка это, конечно же, Fiesta Red Гитары в этом цвете встречаются достаточно редко Если говорим про серию Avri 62, то крайне редко У меня была одна такая гитара, последний раз это было конец 2017 года Вот, с тех пор прошло 3 года и мне ни один такой страт не попадался Или не попадался во вменяемом состоянии Здесь он, конечно, тоже такой побитый жизни, но это всего лишь косметика Можно встретить вариации кастомшоповские Fiesta Red, но тоже достаточно редко Короче, эти гитары почему-то на расхват, к моему сожалению, потому что мне тоже этот цвет нравится Что вы думаете? Напишите, пожалуйста, как вам вообще такой стайл? Один я, любитель этого цвета или может быть кто-то из вас тоже его любит? Мне реально интересно узнать Ну, собственно, и в общем-то Даже не знаю, что еще добавить Будьте здоровы Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok